На внеочередное заседание собрались сегодня депутаты Чебоксарского городского собрания. Основная тема – повестки дня выбора нового мэра. За историческим событием наблюдала наша съемочная группа. В повестке дня внеочередного собрания был один вопрос. А в бюллетенях одно имя – это Евгений Кадышев. Данную кандидатуру предложило партийное большинство собрания. Так получилось, что на этой трибуне я стою, потому что большинство предложило мою кандидатуру. И я пользуюсь тем, что сам родился и вырос в городе Чебоксар, и не могу стоять в стороне. Остальные партии своих кандидатов не предлагали, но в политическом шоу отказать себе не смогли. Так мы не сразу поняли, куда неожиданно делся с трибуны Алексей Никитин. Оказалось, в это время он кланялся несвободному населению времен крепостной Руси. Мы не будем повторять термин, которым он назвал присутствующих. Так или иначе, самовыдвиженцев тоже не нашлось, так что у народных избранников было только два варианта – «за» и «против». Уважаемые депутаты, разрешите мне показать, что ящик для голосования пуст и в вашем присутствии его обчатся. К судьбу города 35 присутствующих депутатов решили буквально за 15 минут. Число испорченных бюллетеней – ноль штук, число недействительных бюллетеней – одна штука, без каких-то знаков. Мы ее по акту сразу уничтожаем. Число голосов, поданных за кандидата Кадышева Евгения Николаевича – за 30 голосов против 3. Итак, у Чебоксар новый глава. Руководство городом. Про ректору Чигу имени Ульянова придется совмещать с работой в университете. Сегодня должность главы города на непостоянной основе. То есть у него будет основное место работы, где он будет находиться, работать, получать зарплату. Но это как дополнительная общественно-политическая нагрузка. Дополнительную общественно-политическую нагрузку Евгений Кадышев пообещал нести, не жалея, времени и здоровья. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика.